Всем привет, я Адонец, сегодня мы начинаем прохождение игры Prey, что переводится как жертва, то есть противоположность хищнику. Четыре сложности, так. Низкая, вы сумеете выжить, наверное. Не пойдет, используйте смекалку, оружие и способности, чтобы выжить. Высокая, только изобретательность поможет вам выжить. Кошмар, вас ничто не спасет. Я думаю, высокое будет то, что надо. Так, можно за девушкой играть? Ну, выберу мужика, легче будет выжиться в роли. Если будем играть за девушкой, то будем считать, что мы кем-то управляем, а за мужика как будто мы прямо там находимся. Вы просыпаетесь в своей квартире в 2032 году. Ваши апартаменты. Нажмите левую клавишу или кнопку. Нажали. Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Приятно озвучено на русском. Будем надеяться, что хорошо озвучено. И вообще, начало хорошей игры. Люблю, когда так... Не быстро начинается игра, откуда-то издали. Шкафчик из Икеи. Круто. Бонус за предзаказ. Спасибо, что оформили предварительный заказ на Prey. Предметы, которые вы получили за предзаказ, лежат в особом контейнере, который Морган держит в своем кабинете. Эй, Морган, проснись. Время уходит. Я отправил за тобой вертолет. Пройдешь пару тестов. Не забудь надеть свой костюм. До встречи. О, слушай, я... Здорово, что ты с нами. Мы тут зажжем, Морган. Как в старые добрые времена. Прикольная игра. Начинается сразу издали. Люблю, когда так... В своей квартире. Также, кстати, сома начиналась. Дверь заела. Тоже мы в своей квартире были. Сначала должно быть такое расслабляющее, чтобы мы свыклись с игрой. Если сразу начинается стрельба, то понятно, что вся игра будет такая. Так, практическая электроника. Прочитать. Отрывок из предисловия книги Антуанетты Сокол. Или Сокол? Практическая электроника. Выполнив серию экспериментов, приведенных в этом скромном руководстве, вы познакомитесь с основами современной аналоговой и цифровой электроники. После этого курса вы сможете создать любую простую схему. Как сказал Томас Эдисон, изобретателю нужны лишь мощное воображение и куча хлама. Понятно, хлам у нас есть. Еще раз текстурки посмотрим. По-моему, чисто икеевские шкафы. Вот они любят такое. Минимализм этот икеевский. Металл, дерево и минимализм. Любимое. Так, мы все можем осматривать, так прикольно. Так, шкафчик открывается. Круто. Так. Что там? Моток проводов, изношенный провод. Кстати, к колесикам удобное управление. Очень удобное. Инструкция по установке нейромодов. Внимание! Установка нейромодов должна производиться только сертифицированными специалистами Трансстар в лабораторных условиях. Вскоре после операции пациент может испытывать легкий дискомфорт, а его глаз может заплыть и покраснеть. Первое. Достать нейромод из запаянного контейнера. Второе. Плотно прижать прорезиненный наглазник к костному краю глазницы. Третье. Держать глаз открытым. Четвертое. Нажать оранжевый спусковой крючок и удерживать нейромод прижатым глазу в течение пяти минут. Пятое. Выбросить использованный нейромод в предоставленный пакет для биологических отходов. Ага, то есть там вначале, когда выбирали персонажей, то они что-то глаза все свои теребили. Да нет, нейромоды вставляли. Картинки. Так, что это у нас? Клетки что ли? Или что такое? Селс Ганг Леон Ганг Леон Селс. Кожа, кожный покров что ли? Пуркинджи Сел. Сел то по-моему клетки как раз. Так. Сгоревшая плата. Ага. Моток проводов. Из этого мы что-то будем... Так, мы предметы можем брать. Ф выбросить. ЛКМ швырнуть. Ооо. Так, а как ровненько поставить? О, все по физике. Приятно. Приятно прямо. Каждая вещь. Очень приятно. Очень напоминает Half-Life 2. Как ни крути. Я слышал уже сравнивали эту игру. Игру саму я не видел, но о том, что сравнивают ее, слышал. Ну реально напоминает Half-Life вообще вот эти вот предметы берем. Синтез речи и естественное создание языка Отрывок из третьей главы книги Себастьяна Смита «Синтез речи и естественное создание языка». Технология конверсии голоса позволяет системам синтеза создавать речь на основе своего источника или совершенно новых голосов. При этом не нуждаясь в длительной записи и предварительной обработке звука. Качество полученного голоса зависит от данных, взятых для обучения. А также от точности алгоритмов, конверсии и ограничений вычислительной мощности. И книжечки можем брать. Правда обратно поставить проблематично. Так, а это что такое? Не надо. Изношенный провод. Какая-то бумага резка. И болтики можем брать? Стульчик. Тоже, по-моему, это икеевская тут все. Чистый икеевский стульчик. Не, ну слишком снизу вот эти вот. Ножка, по-моему, обширная. У них все более минималистично. Лакис Пукас в пиццерии. Морган Ю. Заблокировано. Идите пароль. Ну, вводи. Ф используют. А, все понятно. Ф. Инструкции. Терминалы сотрудников TransStar часто содержат полезную информацию, файлы и программы. Нажмите Т, чтобы увидеть подробности. Ага. Вот так, какой-то толстый мужик на гейбаньюэлла похож. Блин, все о Хелфлафе говорит. Файлы 0, функции 0. Так, как там кнопка Out Z. Круто, и мы становимся напрямую с этим интерфейсом. Электронная почта. Три сообщения. Поздравляю и добро пожаловать от Томас Такер. Кому Морган Ю. Копия Алекс Ю. Ага, нас зовут Морган Ю. Фамилия просто Ю, типа. Восточная. Здравствуйте, Морган. Мы очень рады услышать о вашем прибытии на борт. Ваш первый официальный рабочий день. Понедельник, 15 марта. Но перед этим будет проведен обучающий тренинг. Для всех новых сотрудников. Просто для того, чтобы познакомить вас с жизнью на орбите. На орбите? Нас ждут славные дни. Желаем приятного полета и до скорой встречи. Томас Такер, отдел кадров, исследовательский отдел Талос-1. Ага, жизнь на орбите. Ну, мы вроде пока на планете. Доставка. От Алекс Ю. Привет, я послал тебе пакет со всем, что может понадобиться в первый день. Форма, транскриптор и нейромод. Нейромод установи прямо сейчас. Тестирование начнем завтра с утра. Нейромод надо установить, как же. Просто следуй инструкциям. Я на связи. Алекс. Ага. Все готово? Тоже от Алекс Ю. Привет, только что говорил с родителями. Они не приедут к отправлению. Это, наверное, наш брат, тоже фамилия Ю. Они, наверное, не приедут к отправлению шаттла. Они в Нью-Йорке. По делам компании. Но шлют свои наилучшие пожелания. По-моему, мама немного встревожена тем, что оба ребенка одновременно покидают ее гравитационное поле. Хорошо сказано. Она сказала, что тебе следует вести себя хорошо и во всем слушаться старшего брата. Шутка. Наоборот. Это я должен хорошо себя вести и слушаться тебя. Так-то. Ну, ты знаешь, маму. В любом случае, всем интересно, что там пришло тебе в голову. Так что приготовься. Постараюсь позвонить утром и разбудить. До скорого, Морган. До скорого, Морган. Алекс. Ну все. 5.05. Круто. Бутылочка венца. Карабкаться. Носочков. Все прикольненько. Тихо. Вот единственная звука. Музычка какая-нибудь была бы уже. Портфель. Гристое вино Kings and Way. Выпить можно. Записка. Поздравляю, Морган. Алекс. Окай. Научный метод. Прочитать. Отрывок из архитекторов революции в неврологии. А если я скажу, что могу за 10 минут превратить вас в математика уровня Эйнштейна? Я отвечу, что это все бред. Это первая мысль, которая приходит в голову. Однако Алекс Ю так убежден в своей правоте, что подобные мысли исчезают. Я невольно прислушиваюсь к его словам. Меня он не обманет. Себя возможно. Меня нет. Алекс откидывается на спинку кресла. Начинается эпоха нейромодов. Ага. Нейромоды. Надо ставить себе через глаз. Оставляется. Душа волка. Отрывок из пятой главы книги Душа волка. П. Сьюдо. Стряпать на старом воке настоящее священное действие. Все равно, что прикинуться, прикоснуться к прошлому. Печерневшая поверхность этой сковороды из углеродистой стали будто бы помнит все кушания, что куда-либо жарились с ней. И каждый из них внесет свою нотку вкус блюда, который вы станете готовить. А есть такие люди, которые считают, что не надо посуду мыть, чтобы вкуснее было. Так. Растения всякие. Холодильничек. Нести. Холодильник нести можно. Подъем третий уровень надо. Зеленый чай. Шкаф пуст. Точно. Киевская такая. Плита включить. Так, газ пошел. А где кнопка зажигания? Свет. Ай, как мило. Все вот эти маленькие элементики. Такая прелесть. Ай. Прям супер. Пока. Как ты, ну, я совсем чуть-чуть играю, но меня игра очень радует. Не знаю. Какое-то у меня есть обаяние. Столько элементиков всяких. Все можно потрогать. Это так мило. Прелесть. Это что за скороварка? О, почти поставил даже. Энциклопедия пищеварения и кулинарии. Отрывок из энциклопедии пищеварения и кулинарии. Элиота Энн Шоу. Издание 2033 года. Трансглутаминаза ТГ – фермент, встречающийся у растений, животных и бактерий. ТГ часто используют для объединения частиц в продуктах с высоким содержанием белка, таких как крабовые палочки и рыбные фрикадельки. Повара часто называют ТГ мясным клеем. Совет шеф-повара Шоу. Если приклеить куриную кожу к куску лосося, это защитит внешнюю часть куска от пережаривания. Ага. Кстати, интересная идея. Некоторые фольгу используют. Кружка и швырнуть можно, да? А что она вся? Ай, ну разбилась! Блин, а я не хотел забивать. И осколки пропали. Ладно. Будильник наш, да? Чего мы еще не осмотрели? Так, дверь заклинила. Подушечку взять можно. И подушечку можно взять. Кстати, текстурки, по-моему, так себе. Графика Макси, все максимально выставлено. Текстурка так себе. Все очень миленько сделано, но в графическом плане, ну так. Нормально. Геймпэд. О парадоксе Ферми. Отрывок из книги доктора Роберта Джеймса III о существовании внеземного разума. Подумайте. В галактике миллиарды таких же звезд, как наше Солнце, и многие из них гораздо старше. У некоторых из них есть похожие на Землю планеты. На некоторых из этих планет, возможно, возникла разумная жизнь. Некоторые из этих разумных существ, возможно, изобрели межзвездные перелеты. Если какая-то цивилизация возникла раньше нашей, то кажется возможным, что даже с предполагаемой скоростью межзвездных перелетов они смогли колонизировать всю галактику. Однако мы еще не обнаружили ни одной такой цивилизации, и они не установили контакт с нами. Почему? Да, интересно. Так, я так понимаю, вот справа мы стоим. Слева этот толстый мужичок. Гейп Ньюэл, типа. Остальных не знаю. Аккуратно поставить не могу, к сожалению. Галактические захватчики-конкистадоры. Захватчики-завоеватели. Полуночные песни. Антология поэзии эпохи Тан. Отрывок из антологии поэзии эпохи Тан. Поднимаясь на башню белого журавля. Бан Чихуань. Много какого-то тут китайского. Возможно, разработчики-китайцы. Я что-то даже не посмотрел, кто разработчики. Ну, издатель Бесестка. Кто разработчик, не глянул. Предисловие книги о мета-анализе парапсихологии. Из предисловия книги доктора Дайо Игве о мета-анализе парапсихологии. Например, мета-анализ более 2000 испытаний, в ходе которых... Например, мета-анализ более 2000 испытаний, в ходе которых участники подвергались слабой сенсорной депривации с целью проверить их способность к телепатии. Дает коэффициент попадания равный 39%. Эти результаты статистически значимы. То есть, то, что описано выше, нельзя объяснить простой случайностью. Становится ясно. Происходит что-то странное. Так. Сознание. Огонь в уравнениях. Отрывок из первой главы книги доктора Стюарта Панроуза. Сознание. Огонь в уравнениях. Природа сознания остается предельно загадочной. Как субъективную природу опыта, мою внутреннюю жизнь можно объяснить с помощью... Можно объяснить с помощью научных терминов. Возникает ли сознание из сложных вычислений, которые приводят нейроны мозга? Или это фундаментальное, неотъемлемое свойство, плетенное в ткань вселенной? Короче, куча книжек по разуму, по контактам с пришельцами. Довольно философские такие. Я надеюсь, игра тоже будет довольно философская. Интересная в плане сюжета. Что там? Застревание в текстурах. Бедная лампа. Ладно, бывает. В Мафии 3 у меня не такой бывало. Там стулья такой вытворяли. Брейкданс был. Принципы неврологии. Десятое издание. Отрывок из книги «Принципы неврологии». Прежде мозг считали слишком теплым, мокрым и шумным для тонких квантовых процессов. Однако наблюдение квантовой конгерентности в таких биологических процессах, как фотосинтез, полет птиц и наше собственное восприятие запахов повлияло впоследствии открыть квантовые вибрации в микротубулах нейронов. Инженерные системы управления. Отрывок из послесловия к инженерным системам управления Свена Шерда. В этом скрыта определенная метафора. Обычная цель теории управления состоит в том, чтобы следить за выходным сигналом системы и сравнивать его с желаемым, эталонным сигналом. Разница между фактическим и желаемым сигналом, сигнал погрешности, подается на вход системы в виде обратной связи, чтобы уменьшить разницу между фактическим и эталонным сигналами. Хорошие системы и хорошие инженеры умеют извлечь уроки из прошлого. Так, ящик. А, ничего интересного. Понедельник. 15 марта 2032 года. Так, секундочку. Книжку читали, по-моему, был 1933 год написан, если я не ошибаюсь. Отрывок из энциклопедии, издание 2033 года. А здесь 2032. 82 градуса. Что-то странное с годом. Курьер. Ага, они вместе. Это мы и Гейб Ньюэлл. Так, нам надо вставить эту хрень в глаз. Тринтаж спустить. Приятная мелочь. Душ. Ах, как приятно. Кстати, капельки хорошо довольно сделаны. Все, хватит. Полотенце. Блин, как теперь положить-то туда? О! Карабкаться? Куда это мы залезли? Галстуки. Взять нельзя, к сожалению. Мусорный бак пустой. Раковина. Потребная паста. Мыло. Так, где в глаз ставить? Кстати, зеркало нормально не сделали. Во многих играх почему-то не делают зеркала. Казалось бы, неужели так сложно? Почему-то не делают. В мафии 3 такие зеркала сделали, что ад просто. Что-то уже второй раз сегодня мафию вспоминаю. Третью. Все по плохим каким-то воспоминаниям. Так, все вроде бы прочитали. Так, в глаз эту хрень ставить, мне сказал. Ну вот цель форму одеть. Ничего не знаю, короче. Пойдем. Блин, и костюм напоминает Half-Life. Это так мило. Первый день на работе надеть форму TransStar. Ваши апартаменты. Звуки приятные. Звуки приятные, кстати. Между прочим, от звуков в игре очень многое зависит. Хорошие звуки очень многое значит. Вообще, музыкальное сопровождение, звуковое очень важная часть. Очень. Но нельзя недооценивать. Что это? Ну, текстуры вообще ужас. Ну, зачем так делать? Ну, вот это вот нехорошо, конечно. Ладно. Аквариум с одной рыбкой. Ну, в графическом плане так. Слабенько. Патриция Варма. Протечка какая-то. Блин, как же это Half-Life напоминает? Серьезно. Очень не вовремя. На крышу сел вертолет. Похоже, за вами прибыл. Окай, окай. One West. 63-е. Ив. Ладно. Эшелон. Residential Tower. Нажмите пробел, чтобы прыгнуть. Shift, чтобы ускориться. С, чтобы присесть и перейти в скольжение. Ну-ка. Mirrors Edge, привет. Классно. Ну, пока что в игре все, кроме графика, радует. Так он с любовью сделан. Все такое классненькое. Столько деталек, звуки такие. Класс. Улица встречай нас. Не верится, кстати, что игра на CryEngine не сделана. Ну, главное, чтобы сюжет хороший был. Внимание к деталям великолепное. И игра напоминает наш любимый Half-Life. Очень напоминает. Надеюсь, что дальше это продолжится. Вертолет. Вертолет. Первый день на работе. Сесть вертолет, стоящий на крыше вашей апартаменты. Готово. Мистер Ю, устраивайтесь поудобнее. И мы взлетаем. Очень удобно. Классные кресла. Классные кресла. Классные кресла. Классные кресла. 25 градусов. Погода, эти многоэтажки, небоскребы. Классные. Тоже будущее. Немножко отличается от того, которое... Mirror's Edge все вылизанное прямо такое. А тут детальками с элементиками. Неплохой вид на залив. Arkane Studios. Arkane Studios сделала, да, эту игру? Молодцы. Явно любовь у них к Half-Life. Вот как хотите. Я вижу в этом любовь к Half-Life. Кстати, вертолет такой. Классный, как лимузин. Тут столько места. Четыре сиденья. Тут можно вечеринки делать. Вечеринки делать, как нефиг делать. Классный. Такой лимузин в воздухе. Круто так летать ночью и нажираться. Шучу. Я за ЗОЖ. Прей. Прикольно. Вот эти придумали сначала и СС, да издатель. Потом Arkane Studios, создатель. И в конце Прей. Название игры. И птички летят, и солнце. Ай, как мило. Приехали, мистер Ю. Берегите голову. Удачи вам. Мистер Ю. Мистер Ты. Возможно, это такая специальная фамилия, что типа по-английски Ю это ты. Звучит. Мистер Ты. Мистер Гордон Прима. Ну что, пошли в наш Транстар. Здравствуй, робот. Может, чуть громче все-таки сделать голос? Чуть-чуть громче сделаем. Вообще, со звуком здесь беда. Я долго-долго отстраивал, чтобы громкость нормальная была. Мистер Оператор Научного Класса Сивилла 495. Утранстар по всему миру более дюжины высокотехнологичных стартов. Даже больше, с учетом лунных. Интересная картина. В рисованном стиле. Кстати, робот сделан. Из какого-то системного блока, по-моему. Ладно, пойдем. Гресь. Добро пожаловать, Морган Ю. У вас запланирована встреча в испытательном комплексе в 9 часов. Подтвердите. Подтверждаю. Это сотый этаж получается. Прикольно. Морган. Наконец. Какая разница в громкости, насколько тихо там было, и насколько громко он говорит. Боже мой, это Гейб Ньюэлл. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эй. Ты неплохо выглядишь в форме Транстар, как твой глаз. Красный. Знаю, тесты слегка необычные. Это традиции семьи Ю. Избегать всего обычного. Когда начнутся тесты, просто веди себя естественно. Не накручивай себя. Доктор Беллами тебе подробно все объяснит. Тебе повезло. Через неделю будем на орбите. Обещаю. Мистер Ю, вашего брата ждут в комнате А. Да. Слушай. Просто будь собой. Буду ждать. Окей. На орбиту, значит, пойдем. Сколько всяких данных. Звуковые дорожки. Тестинг Румс. Книжечка. Научный метод. Отрывок из архитекторов революции в неврологии. А если я скажу, что могу за 10 минут превратить... А, это мы читали уже. Эй. Тестинг Румс. Ага. Будете готовы, жмите красную кнопку. Мне надо прекратить уже говорить о том, что это похоже на Half-Life. Это реально вообще. Новый Half-Life. А, надо быстро это сделать, да? Чудесно. Это... Вы просто молодец. Да. Теперь перейдем к полу до Б. Этот тест очень... Очень тяжелый был. Так. Все, не нажимается. Так, Морган, внимание. Постарайтесь спрятаться в этой комнате. Не спешите, расслабьтесь, подумайте. Нет, я шучу. У вас только 9 секунд. Спрятаться? Если готовы, жмите красную кнопку. Так, разбить нельзя. А, камера. Доктор Ю. Морган, мы готовы. Под камерой. Я жду вашего сигнала, Морган. Сейчас, сейчас. Синаптическая реакция? Вообще? Нет? Ну, ладно. Простите, продолжим, Морган. Теперь в комнату С. Все чудесно. Ну вот, открывайся. Так. Все берем с собой. Прикольно все. Ладно. Поехали. На этот раз нажмите синюю кнопку в другом конце комнаты, как можно быстрее и самым естественным для вас способом. Не думая, просто сделайте. Ну, жмите красную кнопку. Извините, может, кто-нибудь объяснит мне, что происходит. Симмонс? Я установил то, что принесла Тина. Вы проверили? Звук включен. Прошу прощения, Морган. У нас тут проблемы с оборудованием. Вы ни при чем. У вас все отлично. Последний тест. Идите в комнату Д. Интересно, тесты такие. Зря мы только переносим все. Я надеялся, что это как-то нам поможет. Кто-нибудь принесите кофе. О, сесть можно. Здорово. Спасибо. Так, Морган, пожалуйста, сядьте за стол. Окай. Замечательно. Посмотрите на экран перед вами. Я покажу вам несколько вопросов. Выбирайте ответ, который покажется разумным. Нажмите старт на экране. IQ тест. Вы планируете отпуск? Куда вы отправитесь? В хорошо знакомое место, где вам нравится или новое? Я жду вашего сигнала, Морган. Ээээ, блин, ну. Так и так интересно. Скорее так. Хорошо. Смотрю, вы освоились. Так, держать. Вы приговорили к смертной казни... А, вас приговорили к смертной казни за ваши поступки. Что вы при этом чувствуете? Страх. Я не знаю, что будет дальше. Гнев никто не имеет права казнить. Мои поступки того стоили. Ну, если откровенно, страх, наверное. О, это... сложно. Потерявший управление поезд мчится по пути, к которому прикованы пять людей. Вы можете перевезти поезд на соседнюю ветку, но к ней прикован один человек. Да, вот это, кстати, какой-то знакомый вопрос, известный очень. Окей, дальше. Потерявший управление поезд приближается к пяти людям. Вы стоите на платформе рядом с невероятно толстым мужчиной. Если вы толкните его под поезд, то остановите локомотив. Опять же. Ужас. Сразу гейпни его представляется. Жалко его. Еще немного. Потерявший управление поезд мчится по пути, к которому прикованы пять людей. Вы можете остановить поезд, прыгнув под его колеса. Но при этом погибнете. На самом деле так сложно, сидя за компьютером, такие вопросы отвечать. Столкнуть толстяка. Вариант остается прыгнуть под поезд и застолкнуть толстяка. Знаете что? Я, наверное, поступил бы так же. Отлично, отлично. Почти все. А теперь я покажу вам изображение. Как следует посмотрите на него. Я спрошу у вас, что вы... Эээ... Это кофе? Тут пусто. Я думал, Симфия... Охренеть. Вот себе и милое вступление закончилось. Так внезапно. Все было так лампово, так хорошо. И вот... Резко геймплей меняется. И мы вступаем в битву. Симонс, что происходит? У нас проблема. Как там Морган? Он жив. Усыплен. Приберите. Я иду. Ясно. Так, это тот толстячок за нами идет. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Ага. День сурка. Блин, это круто. Это очень интересно. Этот же день, правильно? 15 марта? Так. Очень загадочная ситуация. На этом серия заканчивается. Кто смотрел, спасибо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.